Вот как изменился мир! Вы помните времена, когда телефоны крепились к стене, а дети играли вместе во дворе? Знаю-знаю, звучит поразительно! Добро пожаловать в будущее, когда прогресс шагнул так далеко, что мы, похоже, стали от него зависеть. Неважно, технологии нам друзья или враги, они серьезно изменили нашу жизнь. И у нас есть 14 примеров тогда и сейчас в качестве доказательств. Но перед тем, как пройтись по закоулкам своей памяти, подпишитесь на наш канал и нажмите на звоночек оповещений. На нашем канале много веселых и полезных видео, которые выходят каждый день. Так что присоединяйтесь к Эдми и чувствуйте себя как дома. А пока начинаем! Номер 1. Эволюция людей и компьютеров. Мы никого не хотим обидеть, но очевидное сложно отрицать. Согласитесь, что компьютеры становятся все более компактными и мощными, а люди, наоборот, растут в размерах и теряют здоровье. Согласно исследовательской группе NPD и главе отдела инноваций Стиву Кофи, в 1996 году американцы пользовались интернетом менее 30 минут в месяц. В наши дни люди проводят 15 и более часов в неделю перед своими компьютерами, телевизорами и смартфонами. С сидячим образом жизни и плохими пищевыми привычками возникают такие проблемы со здоровьем, как сердечное заболевание, диабет, артрит и ожирение. Мы стали слишком зависимыми от компьютеров, и цена этому – наше здоровье. Номер 2. Расставание. Страдания от расставаний остались в прошлом. Новое поколение слишком практично, чтобы плакать над потерянными вещами или людьми. Оно всегда в поиске приключений. Мир стал значительно меньше благодаря интернету, и люди знают, что их ждет на каждом повороте жизни, и хотят все попробовать. Да, расставание до сих пор приносит душевную боль, но для современной молодежи жизнь на этом не останавливается. Вместо этого она старается улучшить себя физически, эмоционально и мысленно. Короче говоря, всегда двигается вперед. Сами знаете, мы живем только раз. Номер 3. Брак. Да, супруги спят в одной постели, но между ними выросла преграда. Самое серьезное препятствие в наши дни – это активное использование гаджетов. Пары теперь не разговаривают по душам и не проводят романтические вечера, смотря друг другу в глаза. Вместо этого их взгляды прикованы к экранам телефонов, где они выражают свою любовь посредством социальных медиа, вместо того, чтобы сказать это лично человеку, лежащему рядом. Номер 4. Снятие наличных. Хотите верьте, хотите нет, друзья, но первые банкоматы появились в 1968 году. А до этого людям приходилось стоять в длинных очередях и заполнять кучу бумаг, чтобы получить свои кровные заработанные деньги. Да, деньги не всегда можно было получить в автомате. И кто бы мог подумать, что буквально несколько десятилетий спустя снимать деньги будет так же просто, как покупать газировку. И дело не только в банкоматах. В наши дни можно купить практически все, что угодно, не вставая с дивана. Номер 5. Кинотеатры. О, эволюция кинотеатров – это тема для отдельной дискуссии. Так что давайте остановимся на основных аспектах. Огромные кинотеатры под открытым небом 50-х годов, в которые можно было приезжать на своей машине, вызвали бы благоговейный ужас у жителей начала 20-го века, которые могли смотреть только короткие, немые, черно-белые фильмы. А теперь подумайте, что сейчас мы смотрим фильмы в 3D и даже в 4D. Так что в этом пункте я скажу – да здравствуют технологии! Номер 6. Телесные наказания в школах. Учителей больше можно не бояться, так как закон запрещает им бить учеников. Можно вздохнуть с облегчением, верно? Действительно, в более чем 100 странах мира телесные наказания в школах запрещены. И даже если учитель решит нарушить закон и применит физическую силу, новости быстро распространятся по соцсетям, и его ждут серьезные последствия. Номер 7. Население. Дни пустых улиц и общественных мест далеко в прошлом, ведь людей становится больше во всех уголках мира. Нынешнее население планеты составляет 7,6 миллиарда человек, и оно продолжает расти. К 2100 году, по прогнозам ученых, человечество достигнет отметки в 11,2 миллиарда. Так что такие понятия, как личное пространство и задний двор, также постепенно отходят в прошлое. Кстати, говоря о них... Номер 8. Жилье. Помните времена, когда люди в основном жили в своих собственных домах? Так вот, эти дни прошли. Теперь на смену домам пришли маленькие квартиры. На нашей перенаселенной планете для частных домов в городах больше нет места, а у людей денег. Нам приходится взбираться на высокие этажи и жить рядом друг с другом. Номер 9. Общение с друзьями. Чем быстрее развивается технология, тем более занятой становится наша жизнь. У нас больше нет времени встречаться со своими друзьями. Единственное, на что нас хватает, это написать привет в соцсетях. А это, в свою очередь, привело к пытке под названием блокировка аккаунтов. Номер 10. Как играют дети. Раньше дети собирались на улице или во дворе для совместных игр. Уличные активности были отличным источником физических нагрузок и помогали выстраивать межличностные отношения. Но в наши дни дети общаются посредством компьютерных игр. Согласно исследованию 2017 года, подростки в возрасте от 12 до 15 лет проводят примерно 12,2 часа в неделю, играя в видеоигры. Номер 11. Звонки по игре. Также, как и о кинотеатрах, об изменениях в телефонии можно говорить бесконечно. Давайте просто поблагодарим судьбу, что теперь наш телефон можно брать с собой повсюду и с помощью мессенджеров созваниваться со своими друзьями и близкими по всему миру совершенно бесплатно, благодаря интернету. Номер 12. Развлечения. Раньше были такие развлечения, как пикники, походы в гости и домашние вечеринки. Да, мы до сих пор собираемся вместе, но слишком заняты тем, что делаем фото и выкладываем их в интернет, вместо того, чтобы делить эти важные моменты со своими близкими. Номер 13. Работа. На смену стопкам бумаг и бессонным ночам в офисе пришли бесчисленные варианты работы из дома. Технологии позволили сделать работу более гибким, удобным и эффективным делом. Кроме того, вы можете весь день работать в пижаме, если вам так нравится. Номер 14. Состав семьи. Семьи, живущие под одной крышей двумя и более поколениями, давно ушли в прошлое. Теперь они стали маленькими, не такими шумными и хаотичными. Но согласитесь, что заряд эмоций и энергии был гораздо выше, когда день рождения праздновался всеми членами семьи, включая дальних родственников. А вы помните события из прошлого, которые мы упомянули в этом видео? Как для вас изменилась жизнь за последние годы? Напишите в комментариях. Если вам понравилось это видео, поставьте нам лайк и поделитесь им с друзьями. Подпишитесь на наш канал и присоединяйтесь к Admi.